Жители Казахстана в праздник Рождества Христова смогли поклониться Великим Святыням. В Алма-Ату были доставлены мощи волхвов. Эти мудрецы были одними из первых людей, пришедших на поклонение к родившемуся Богу-младенцу. Жители и гости города также смогли прикоснуться к копиям тех даров, которые 2000 лет назад были подарены волхвами Христу, рассказывают наши казахстанские коллеги. Рождество Христово пришло на казахстанскую землю. Во всех православных храмах республики прошли праздничные богослужения. В Кафедральном соборе в честь Вознесения Господня в Алматы Божественную Литургию возглавил глава Митрополитчего округа Русской Православной Церкви Республики Казахстан митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Главный храм Южной столицы, с любовью украшенный живыми елями и цветами, был полон прихожан. К началу празднования Рождества Христова в собор были доставлены великие святыни, непосредственно связанные с евангельскими событиями пришествия в мир Спасителя. Ковчег с частицами мощей мудрецов-волхвов Мельхиора, Гаспара и Валтасара и точная копия честных даров-волхвов из монастыря святого Павла на горе Афон. Рождество – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии. «Все благовествую вам, – сказал ангел вифлеемским пастырем, – радость велию, ежи и будет всем людям, и якородися вам спас, и же есть Христос Господь в ограде Давидовы». В православие Рождество Христово входит в число двунадесятых праздников и предваряется сорокадневным рождественским постом. С 2005 года праздник Рождества Христово в Казахстане является нерабочим днем, и это дает возможность православным христианам посетить праздничное богослужение и провести этот день по традиции в кругу семьи. И земля, и небо, люди и ангелы сегодня с великой радостью молитвенно чтят праздник мира и Божьей любви, Рождество Христово. Мне хотелось бы каждого, кто сегодня пришел под своды этого древнего храма, молитвенно поздравить с сильным и красным забытием. И мне хотелось бы пожелать всем мира и благословения, милости и помощи Божьей, заступления Царицы Небесной, молитвенного предстательства всех святых.